В 2019-2020 годах в школы Тверской области пойдут более 140 тысяч учеников. Готовность образовательных организаций Верхней Волжье к началу нового учебного года. Главная тема – заседание еженедельного кабинета министров. Об итогах расскажем в первом материале выпуска. В новом учебном году в Верхней Волжье будет работать 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов и 485 школ. Во многих учебных заведениях в рамках подготовки к началу занятий были проведены ремонтные работы. В текущем году мы постарались увеличить объем средств, который был выделен на капитальные ремонты, на ремонт укровель и фасадов. В этом году и наши главы мобилизовались, руководители сами дошкольных и школьных учебных заведений, министерство образования, все, кто принимал в этом участие. Достаточно высоко, считаем, можно оценить подготовку. Также в центре внимания кабинета министров была готовность школьного транспорта. Обеспеченность учебниками и педагогическими кадрами особое внимание глава региона образил на систему комплексной безопасности в школах. Это пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, тревожные кнопки. К сожалению, в наше время это становится не так, наверное, актуальным, как и необходимым, на всякий случай, чтобы эта система работала. Поэтому в текущем году считаю, что правительство Тверской области очень ответственно подошло. Как отмечают сами родители, этим вопросом уделяется большое внимание. Так, например, в Горютинской школе был проведен капитальный ремонт и установлена система видеонаблюдения. Благодаря таким мерам родители спокойны, когда отправляют детей в школу. Помимо охраны, которая была уже в прошлом году, сейчас это контроль пропуска, контроль оборудования установлено, видеонаблюдение, то внутри школы было уже в прошлом году, по-моему, а вот в этом году по всему периметру учреждений. Я думаю, что с безопасностью, с этой точки зрения, все хорошо. Напомним, что уже в этом году, 1 сентября, распахнутся двери нового корпуса 50-й школы в Заволжском районе Твери. Строительные работы завершены, отделка закончена, школа комплектована мебелью, новым современным оборудованием. Монтаж его еще продолжается, идет отладка всех систем. Мы получаем учебно-методические комплексы, игрушки для ребят. В этом году мы набрали 8 первых классов, поэтому все свободные места заняты. 560 учеников сядут за парты нового здания, из них 80 детей в дошкольное отделение. Игорь Удене подчеркнул, особое внимание должно быть уделено обеспечению медицинского обслуживания в образовательных организациях во всех муниципальных образованиях региона. Министерство образования, здравоохранения и глава муниципалитетов. Губернатор поручил закрепить каждую школу и детский сад за местными ЦРБ или ФАПами. Еще одно важнейшее направление – обеспечение безопасности школьных перевозок. В новом учебном году на 636 маршрутах будет работать 431 автобус. Каждый из них оборудован тахографами, системами ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. Игорь Удене дал поручение проработать вопрос об установке в школьных автобусах видеорегистраторов. Продолжение следует...